Слава Иисусу Христу! Слава! Слава, слава! Я тоже христианин, кстати. Вы, наверное, от армян, да? Нет, я цыган. Цыган? О, какое чудо-то! Чтобы цыгане верили, это прямо я не знаю. Ну, во-первых, цыгане-то самые первые приняли христианство, чем Русия. Ну, первые, это армяне, они раньше приняли, в четвертом беке. Да, сразу после армяне и сразу цыгане приняли христианство. Не знаю, не считал даже нигде про это. Так и есть, да. А они от кого цыгане происходят? От индейцев или от кого? Нет, они просто оттуда и пошли с Непала. О, а как... Я настоящих верующих, среди цыган даже не встречал. Ну, не знаю. Все, как бы, молимся Господу Богу. Дай Бог. Мы с Сухой Христа верим. А вы в Библии считали вот эту? Нет. Нет. Конечно, все читают Библию. Ну, а раз не считают... Читают они? Знают Библию и читают. Вот мне писали тут и как-то... А один цыганенок стал верующим и стал священником. Он стал священником. Да, они вот там готовы были... Не знаю, что с ним сделать. Не знаю. Есть вот там столовость в крае... Благодарно. Такой год называется Благодарно. Там живет цыган священник. А для вас кем является Иисус Христос? А для вас кем является Иисус Христос? Господом Богом. А вы верите, что он умер за ваши грехи? Да, я верю, что он умер за наши грехи. Он умер. Он дал себя на распятие. Да. А потом воскрес. А потом воскрес. Правильно. А потом... Правильно. А мы строим православную деревню, строим деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Лгать, пить, курить и воровать. Это ясно, да. А вы сами откуда? Барнаул. Барнаул, Алтайский край. Барнаул, Барнаул. Алтайский край? Алтайский, Алтай. А мы Ставропольск, в рай с минерных вод. Посмотрите, какая у нас тут разда. Боя ближу. Боя ближу. Да что, там одни цыгане живут? Да что, одни цыгане живут? Ну почему одни цыгане? И русские, и армяне, и всех надых. А это какой район? Ставропольский край. Ставропольский, а? Ставропольский, а? Да. У нас большой канал есть, во свете Библии называется, в Ютубе. Во свете Библии. Во свете Библии. Вас слышно, я извиняюсь. А? Он говорит, плохо слышно вас. Ну ладно тогда. Все, пока, до свидания. С Богом. Сохраняй вас Бог. Храни вас Господь. Вестите о любви Божией, что Иисус Христос умер за грехи людей, о том, что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес. Сейчас, чтобы, веруя в Него, мы имели жизнь вечную. Сейчас правый глаз, да? Сейчас правый глаз, да? Кто там говорит-то? Я не вижу, с кем разговаривает-то. Пускай выйдет сюда. Давай, Биб. Вот это моя учитель. Давай. Я не пойму. Мы, православные христиане, возвещаем о пути спасения, что Иисус возлюбил нас, когда мы были грешниками еще, чтобы, веруя в Него, мы имели жизнь вечную. В раю были они, в аду. Мы мусульман. Ах, мусульманин. Так у вас другая книга. Вот это вот. Коран, ага. И вот такими буквами написано. Ага. И она вам тоже говорит, что пить не надо, разбрать ищить не надо, старших уважать надо. У вас тоже там написано это? Сейчас один на меня вышел, сейчас первый раз видит меня. Ну, ему, может, лет 25. Он материть начинает. Я говорю, тебе, мусульмане, глаза бы заплевали. Мусульмане – это уважительные люди, а ты хам какой. Я ему ничего не сказать не успел даже. Он матерится и матерится непрерывно, посылает на три буквы. Да какой же ты мусульманин-то? Нельзя, нельзя. Нельзя, мусульманин-то на матерится. Я вижу, нормально. А еще это тебе. Ну, давай. А почему у ваших молодых вот не дают место в старших? Вот у нас община, отдельно община. У нас не пьют, вброд не берут, никакого мяса не едят совсем, не то что свинину. У нас женщина закрыта, как хижаб, два платка и платье до полу. Ни одного аборта, ни одного развода нет. У нас город Барнаул, Алтайский край. А что я сейчас в Ленинграде, они не дают старших месту? Ну, я про всех не знаю, как. Тоже они про православные, по-моему? Да, мы православные. Он говорит, почему православные не уступают старшим местам? Ну, про других я не знаю, наши уступают, потому что у нас община отдельно, мы работаем с ними. У нас другие люди, у нас с тарелкой не ходят, чтобы деньги собирать, ни за крещение, ни за что деньги не берутся. Десятина включена. Смотри, я христианин. Пришел со своей книгой, Библия называется, чтобы люди верили в Бога, что Иисус воскрес, будучи распятым. Он говорит, а я мусульманин. Я говорю, это твоя книга. Ты почему же по ней не поступаешь-то? Сейчас один мусульманин вышел тут на меня, только у вина давай матерками гнать. Я говорю, мусульмане, люди уважительные, Аксакалов почитают. А ты какой хам. Он непрерывно матерится. Я говорю, настоящие мусульмане, тебе глаза заплевали сейчас. Бесстыжая рожа. Давай, давай. Ладно, с Богом. Пришли сюда возвестить о великой любви Божией. Хорошо. Можете мне поведать, пожалуйста? Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. Можете мне поведать, пожалуйста? Пожалуйста. Снимите себе очки. Конечно. Вы только не уходите сразу. Мы сразу скажем, у нас очень большой YouTube есть. Вы там можете получить ответы на свои вопросы. Огромный канал. 18 тысяч 680 роликов. У вас? Да. А подписчиков сколько? Подписчиков 44 тысячи 600 и просмотров 44 миллиона. Ой, это вы сейчас ищете просветление в четвертетке? Нет, это мы просто так скажем. Дело в том, что там я отвечаю студентам на вопросы в духовном плане. Что говорит Библия, святые отцы, каноны? Ой, если честно, я давно хотел пообщаться с таким, как вы, человеком. Который верующий по-настоящему без всяких там каких-то масок или чего-то ради выгоды. А вот верующий, потому что верующий. Мы строим с нуля православную деревню. Одна в России такая. Где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Алтайский край. Ого, уже построили одну? Да. И вот уже 28 лет. У нас ни одного аборта нету, ни одного развода нету. А население какое? Ну, какое? Все верующие, православные христиане. Нет, нет. Численность. Да кто я? Я в городе зимой-то не бываю. В городе я зимой, а летом там. А там живут люди. Сейчас я не знаю, сколько там было. Там приезжают, уезжают, бывает. Так вот, я начальник детского лагеря был. Православного. Один на всю страну. 45 лет. И три года еще в ином формате. 48 лет. Без помощи государства. Ни рубля. Тысячи детей подняли. Все сами. Вот начинает говорить слово проблема, проблема. Я это слово исключил из лексикона. Заменил его нерешенный вопрос. Вот, допустим, говорят, люди у нас необразованные, не знают. Я говорю, а что ты сделал? А что сделаешь? Ну, я пошел одновременно, вел занятия в пяти университетах, 13 школ, все отделы милиции, воинские части, заводы, фабрики, три радиопрограммы, три радио... Как каждую неделю. Одна онлайн-часовая. Вот говорят, преступность такая, меня за слово Божие сажали. Я пять тюрем прошел. Заплатил дорогую цену, да. И пошел... А это примерно за что сажали? Ну, я издал в 80-е годы это было. Тогда же печатать еще нельзя было. А магнитофоны продавались. И маяк 205. Это самый современный был. Четыре дорожки и три скорости у него. Я купил больше, кажется, 12. Насчитал 50 книг аудио. Аудио, Библию, Святых Отцов. И насчитал архипелаг ГУЛАГ Сложеницына, первый в стране. И брал интервью репрессированных, и распространял. И написал стихотворение против Ленина. У меня 4 тома, книг, стихов по 800 страниц. И вышел из печати у меня 38 томов. Книг своих. А вот тогда меня арестовали за это. Статья 190 прим. В 87-м я уже освободился. Вышел указ Президиума Верховного Совета всех политзаключенных выпустить. А нас по политической статье баландели. И вот я к чему говорю. Преступность в стране. Я говорю, а что ты сделал? А что сделаю? Я пошел сотрудничать в тюрьме бесплатно. 3700 преступников слышать. Я выступаю по рации. Иду по камерам. Узнаем нужды. Ходотайствуем. А они выходят из тюрьмы, меня ищут отблагодарить. В любом деле. В любом деле. Вот в стране погублено 31 тысяча сел. Страна разваливается. Мы взяли землю, получили статус. Построили храм, школу. Все с вами, дорогу, все за свой счет. Скотину разводят. Это одна деревня на весь Советский Союз. В любом вопросе конкретно. Вопрос стоит, я его начинаю разрешать. О, блин. Кто это говорит? Со Содома и Гаморры. Тут такое блудодейство творится. Кто мы? В щатру летки. Мы пришли возвестить радостную весть, что за грехи людей умер Христос Иисус и воскрес. От чего вы взяли? Сделалось Евангелие. Инжил, как называют мусульмане. Я правильно понимаю, что кто-то написал книжку, а вы прочтите эту книжку и решили, что это правда? А кому же верить-то, когда этой книге 1600 лет писалось? 3600 лет назад первая книга написана здесь. Ну так у вас есть выбор. Либо верить каким-то книжкам, либо верить знаниям человечества. Об этом говорил один из мудрых людей, называя их атеистом, Вольтер, основателя Парижской коммуны. И он говорил, что через сто лет Библия будет забрытой, заброшенной книгой. Ее можно будет найти только в археологических музеях, как свидетельство глупости более ранних поколений. И что интересно, в этом же здании, где он с балкона говорил речь, основан склад британского библейского общества. Ну что вы дымите-то? Ну послушайте, рабы греха, пророки тьмы. И человек как от чумы от вас проклятием отпрянет. И имена их презирать, своих детей научит мать. Ну вы сейчас можете пока не курить и не пить, пока поговорить-то? Ну что уж так себя распустили-то? Сейчас материться начнете еще? Не стану я материться. Я могу и пить, и в это время разговаривать. Мне не нужно себя ограничивать. Конечно, ничего кроме голых, вонючих баб, ничего не нужно. Пьете, сидите. А почему пьете-то здесь? На глазах людей. А я воду пью, а я тебе объясню почему. Потому что я прожил среди всех, какие-то косты и населения есть. Для того, чтобы погасить блудный огонь, и геенский, которым угрожает Бог. И все время пьют, и пьют на глазах людей. Я говорю, в пяти университетах вел занятия, пару часов. За 18 лет ни одного стакана не разрешил на кафедру ставить. И дымите, сидите, как окаянные. Пожалуйста, перестань. Я понимаю, что вы чем-то недовольны, но... Недовольны, конечно. Говорить-то не с кем. Половина мужиков голые лежат, до процентов 90 мусульмане. Самое блудное все собралось здесь. Блин, ну вы понимаете то, что население все-таки умеет, и не каждый умный человек готов поверить в эту бредятину, которую верит в вы. Давайте, если даже так считать, как вы, и тогда человек ничего не проигрывает. Ну, минуту, не дымите пока, ведь не можете. Раб греха. Почему у вас это так... Почему мне понятно, а вам непонятно? Вот почему, интересно. Я просто испаряю глицерин. В чем проблема испарения глицерина? Я вам вопрос задам. Почему? Алтайский край, город Барнаул, я. Почему одному мне доверено вести занятия по религии во всех отделах милиции, городском, краевом, в КГБ, в прокуратуре, во всех воинских частях, заводах и фабриках? А почему мне доверено? Потому что вы очень фанатично к этому делу подходите. Коммунисты просят, а не кто-то. Три радиопрограммы, самое большое эфирное время у меня по краю. Почему? Я все еще не понял, почему. Потому что истина, истина, она ищет соратников. А это еще сидите и коптите, да кого вы этим удивите? В стране, слушайте внимательно, слушайте, вам надо слушать. В стране погублено 31 тысяча сел. В том, что вы очень много говорите, но очень мало говорите по существу. Я говорю по существу. 31 тысяча сел уничтожено в России. Что вы сделали для того, чтобы этого не было? По существу, давайте. А в чем проблема уничтожения сел? Повторяю, 31 тысяча сел. Государствообразующее общество. Конкретно, в чем проблема потери сел? А вот в чем выступает депутат законодательного собрания Нина Данилова от КПРФ. Это не шутяное дело. И говорит, это не исчезновение на карте названия, это потеря земли. Тут другие будут жить. Так, стоп. Кроме слов я ничего не слышу. В чем конкретно проблема потери сел? Конкретно. Конкретно в том, что села заброшенные. Миллионы гектаров земли необработанные. А эта проблема в чем? А в том, что ленивые. Вот мы взяли землю, получили статус и строим православное поселение, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. За свой счет строим храм, государственную школу, восстанавливаем дороги. Не Путина ищем виновным. Мы должны работать. Дети беспризорные, 3,5 миллиона. Это кто говорит? Это говорит министр, ну ты и дел. Не кто-то. Я основываю лагерь, по милости Божьей. И 48 лет. Тысячи детей без помощи государства подняли. Я не вижу логики и последовательности ваших слов. Да не надо последовательности. Я не вижу какие-то слова. Вы не завидуете, начните работать. Я не пью перед вами, и вы не пейте. Мне 81 год. Я работаю всю жизнь, и господи, благодаря моим знаниям двигается до хера каких компаний в нашей стране. И вот ты сейчас, старик, говоришь о нахер каком-то там Боге, нахуй убогом. И говоришь то, что он кем-то двигает. Он двигает только ровно такими фанатиками, как ты. Я понимаю то, что ты безусловно веришь в твоего Бога. Ради Бога. Но, Господи, давай говорить на чистоту. Такие умники вы. 2 миллиарда 200 миллионов сегодня живут. И 2000 лет этим. А книги, вот по этой книге, живут 2 миллиарда людей. А у вас, безбожников, 8%. А на них падает 99,9% всех преступлений мира. Безбожники. Потому что не отвечаю ни за чего. Умер, похоронили, и все сошло. Ваша статистика хромает просто на корню. Да, на корню. Это полный бред. Да у нас рядом живут. По самоубийству первое место в мире занимают. По медицинскому обеспечению на 72-м месте. Слушайте, я без понятия, где вы выучили эти цифры, но вот прям я знаю то, что это полный бред. Бред. Вы, наверное, сейчас с Нового года не вышли из похмелья. Как с будуна какого-то. Я говорю данные, которые неопровержимые. Статистика. Я этим живу историк. Я знаю то, что вы живете, вы этим фанатеете, и ничего кроме вы принять не способны. Неспособен. Я 40 лет пищником был. Меня государство гнобило. Продолжение следует...